Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Дополнительный миллиард дали меры поддержки бизнеса бюджету Кировской области. Об этом на еженедельном совещании в правительстве сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Василий Сметанин. Он отметил, что принятые в 2022 году меры поддержки, в частности, применение льготных ставок по упрощенной системе налогообложения, позволили приостановить миграцию бизнеса, привлечь новых предпринимателей в регион и получить в бюджет дополнительно 1 миллиард рублей налогов. Но стоит заметить, что сумма налоговых льгот составила тоже почти миллиард 977 миллионов рублей. Губернатор Александр Соколов добавил, что осенью будут рассмотрены новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Кировская область получит 500 миллионов рублей на покупку 78 автобусов. Региону был одобрен федеральный кредит на приобретение транспорта для муниципалитетов. На 500 миллионов для районов купят 78 автобусов, которые будут перевозить пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Среди них будет 13 газелей и 65 пазиков. Автобусы получат 35 муниципалитетов области, сообщил на еженедельной планерке в правительстве замминистра транспорта Юрий Шевелев. В эфире «Экономика». По 1 миллион рублей получат 5 студентов из Кирова на реализацию своих идей. Они стали победителями третьей волны конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Грант в 1 миллион рублей на развитие бизнес-идей получат 5 студентов Вятского ГАТУ. Среди идей, которые они хотят реализовать – создание биологически активной добавки, производство биогумуса, разработка роботизированной установки для борьбы с борщевиком Сосновского и другие. Всего в третьей волне конкурса победили 1200 студентов. Они представляют 68 регионов и 236 вузов страны. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.